Координаты центра тяжести плоской фигуры Координат это будет ось Х, это ось У, ну и пускай трапеция у нас будет иметь два основания, одно основание верхнее один, нижнее основание два и высота тоже один. Единицы измерения можно считать, например, метр или сантиметр, в общем, некоторая система единиц, в общем-то, можно даже считать безразмерные, сейчас это непринципиально. Итак, вот эта высота у нас будет один, основание один и один, и фигуру будем разбивать на части. Решаем классическим образом разбивание на части. Номеруем фигуры. Фигура номер один, фигура номер два. В общем, координаты центра параллельных сил в теоретической механике вычисляются по векторной формуле. R — это радиус-вектор центра параллельных сил, в частности, центр тяжести. Сила тяжести — это силы параллельные. РС — это пишется как сумма. Если здесь пишется некоторая характеристика этого элемента, например, это площадь элемента или величина силы, то надо писать соответствующую величину. Ну, например, пускай это будет в данном случае площадь. Ф и Т умножаем на Р и Т. А здесь мы делим на площадь всей фигуры. Сумма Ф и Т. Формула векторная в данном случае удобно записывать в виде координатной. Это будет следующие две формулы. ХС в нашем случае только две площади 1 и 2. Это будет Ф1 на Х1 плюс Ф2 на Х2 и поделить на Ф. Ну, где Ф, конечно, это будет сумма. Ф и Т, в данном случае, Ф1 плюс Ф2. Ф2 и аналогично УС. Формулы похожи. В этом их достоинство. надо будет посчитать координаты центра тяжести в пространстве. Но будет тогда Х, У и еще и З. Формула такие же точности. Ну, а теперь конкретно. Первая фигура, у нее площадь Ф1. Основание на высоту 1 на 1 равно 1. Одна квадратная единица, допустим, один квадратный метр. Ф2. Одна вторая основание на высоту. Получается одна вторая каких-то квадратных единиц. Суммарная площадь. Здесь мы напишем сразу же. Получается одна. Значит, три вторых. Ну, и подставляем координаты отдельных частей. Значит, это у нас будут координаты квадрата. Координаты центра квадрата. Очевидно, одна вторая. И здесь будет тоже одна вторая. Мы напишем Х1 равняется 1 вторая. У1 равняется 1 вторая. Затем, в треугольнике немножко посложнее. В треугольнике у нас никаких там диагоналей не надо перекрещивать. Конечно, мы можем считать, что на пересечении медиан. Но здесь с медианами возиться очень трудно. Просто надо знать, что это находится на 1 треть от прямого угла. То есть вот это расстояние, это 1 треть. 1 треть. Ну, и здесь еще единица. Значит, получается, единица плюс 1 третье – это 4 третьих. Итак, Х2 получается 4 третьих. Игрек 2 – просто 1 треть. То есть вот здесь тоже от прямого угла 1 треть основа, в данном случае высоты. Вот это вот расстояние – 1 третья. Вот это центр тяжести одной фигуры, центр тяжести другой фигуры. Ну, так вообще логично считать, что центр тяжести всей фигуры будет лежать где-то вот на этом отрезке. Кстати, так оно и получится. А в каком отношении поделить этот отрезок и поставить свою точку – это уже дело вот этих формул. Ну, ясно, что здесь эта фигура потолще, побольше, здесь площади побольше, и центр тяжести будет смещен сюда. Здесь поменьше, наверное, все-таки подальше будет от этой точки. Ну, и сейчас мы убедимся чисто математически, вычислим. Здесь получается… Значит, мы делим на общую площадь, то есть на 3 вторых, на 3 вторых. Здесь умножаем 1, это f1, на 1 вторую, плюс вторая площадь 1 вторая, на 2 координаты 4 третьих. Ну, и вычисляем, получается у нас, если здесь сократить на двойку, получается 7 девятых. Это у нас меньше, чем единицы, 7 девятых. 7 девятых меньше, чем единицы. Это значит, что центр тяжести где-то здесь будет, по си х. Нам осталось еще по си у вычислить. По си у аналогичная формула, может даже немножко покороче, но тоже деленная на 3 вторых. f1 – единица, тоже на 1 вторую, плюс f2 – 1 вторая, и здесь на 1 третью. Подставляем. Значит, здесь на 1 вторую сократим. Здесь получается 4 девятых. 4 девятых. Это мы нашли координаты центра тяжести, все фигуры. 4 девятых – это значит, чуть меньше, чем половина. Значит, если вот это было здесь, значит, видно, что она где-то вот в эту точку попадает. Но проверку мы сделаем двумя способами. Самый простой способ – мы разобьем просто на другие фигуры. Это будет следующий раздел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok